А мы находимся на выставке. Дорогие друзья, приветствую, добро пожаловать на выставку Godroom Art Fair и наш стенд Colors of Eurasia, цвета Евразии. Почему Евразии? Потому что на этом стенде представлены работы российских художников, казахстанских художников, Удмуртия, Татарстан, Алматы и даже есть, я не знаю, кто кого только не видит. В эти дни началась выставка, 23-28 она проходит в Bodrumi, в Herodot Culture Merkizhi и разрешите вам рассказать немного о работах. Ура! Женя была на моем мастер-классе, а сейчас она пригласила меня на вот эту вот выставку и расскажет нам вообще, что здесь происходит. Возвращаемся! Дорогие друзья, когда художники выставляются в Турции, какого бы граунда бы они ни были, турецкому зрителю очень хочется видеть что-то свое. И нам надо понять культуру и адаптироваться в эту культуру. Посмотрите, пожалуйста, на работы Айюля Кутак. Она адаптировала турецкое искусство Эбру. Эбру – это рисование по воде. Берешь воду, капаешь на нее, с разными цветами мешаешь, и потом отпечатываешь волк. Посмотрите, какие волшебные разводы получаются. Наша Айюля из Татарстана, и здесь она изобразила такую гармоничную пару танцоров с местными мотивами. На нашей выставке в этот раз приехали и казахские художники. Это музей из музея, музейные образцы Адиль-Галиль-Байян-Дин. Вот такой вот художник известный казахский. И очень-очень нам понравилось. Мотив, посмотрите, это счастье мамы. Значит, вот на верблюде везут невесту. Тут ее мама, мама довольна, выдает дочку. Довольна ли там дочка, интересно? Неизвестно, неизвестно. История умалчивает. Умалчивает, да. А вот смотрите, а вот здесь войско, смотрите, за скалой, в степи готовится к бою. Далее. Так интересно. Интересно, кстати, я вам расскажу. Интересно, когда, знаешь, о чем картина, тогда раскрывается она под руку. Стамбул, Стамбул, это и Константинополь, и Византия, получается, и Османская империя, и Царьград. Поэтому моя подруга Айгюль вот таким образом еще изобразила Византию. Еще один эпизод. До тюрков, до османов, очень известны были еще и сельчуки. Это удивительная культура, я вам скажу. Если посмотреть на их орнаменты, это вот прямо наш Урал. Вот так вот. Потому что это ровно вверх Урал. Там тоже птицы с головами женщин. Там тоже животные, полуживотные, получеловек. Вот такие вот интересные вещи. Далее. Татьяна Кириллова лет шесть приехала в Стамбул назад. И она тоже увлекается и вру. В свое время она имела в Москве в школу и вру. А сюда приехала, она изучила более современное. Такую вот и вру. И, конечно, первое впечатление от Стамбула, это была чайка, газета, кофе, вид. Ну, это то, что все любят приезжающиеся в север. Когда вот это солнце начинает жарить, и ты сидишь, пьешь кофе, я думаю, это кайф. Правда? Да, все, сошлось. А вот здесь, посмотрите. Вот это мне нравится. Немножко веет холодом. Но почему? Потому что художница только-только из Москвы. Привезла. Да. Но посмотрите, какого уровня художница. Правда? Это Джаконда. Вы посмотрите, какая-то ее женщина. Жаконда. Шея вытянутая. Такие ручки. И, что мы здесь видим? Эту картину очень понравились зрители. Голубь счастья, голубь надежды. Класс. Очень. Это художница Светлана Румак. Светлана Румак, у нее своя онлайн-школа по живописи. Из каждого человека она найдет в него инвестивное творчество. Светлана, мы с ней только что сидели. Круто. Вот эта крупкая женщина. Вот таких вот ангелов рисует. Вы смотрите. Вот таких вот ангелов надежды. Посмотрите. На ее... Значит, это что у нас? Щит. Щит. На ее щите... Сердце и книга. А на руках женщина поясни, держит некую птичку. И что это у нас за птичка? Что за птичку надо спросить автора. Вот посмотрите, как все символично. Правда? Вот. И мы переходим к работам Евгении. Работа Евгения! А вот и Евгения! Класс! Да, вот и Евгения! Вы знаете, я тоже дизайнер интерьера, декоратор. Можно сказать, в прошлом. Сейчас я больше себя, как можно, характеризую как художником. Мне очень нравится... Я в Москве в свое время училась у Светланы Перотти. Она была театральным декоратором в свое время. Ему очень нравится такое вот старение, такое вот смешение различных техник. Ух ты! Да, да. И очень... Вы знаете, вот этот вот знак, спираль, как будто, вы знаете, такое вот раскручивание пространства. Бесконечность. Такая-то воронка, бесконечность. Турки в Анадалу очень любят этот символ. Это тоже сельчукский символ. Я нашла это на базе старинной. И я решила каким-то образом его модернизировать. И вот так вот я почувствовала, как это может быть. Крас! Можно вас потрогать? А вот здесь... А вот здесь цветы. Просто было 8 марта. Просто принесли тюльпаны. Просто их поставили на стол. Я люблю тюльпаны. И вот просто хотелось вот таким образом этот день запомнить. Интересно. Мне очень нравится техника такого контура. Красичность некая, чтобы была вместе смешанная с живописью. Все же декораторское прошлое... Дает о себе знать. Красиво. Звезда Анадулу. Звезда Анадулу. Опять же, вы понимаете? Внимание! Здесь все символы. Кроме звезды Соломона, которые проходят через все культуры. Внимание! Через все культуры. А здесь, видите, это и Сейджукская звезда. И звезда Соломона. Здесь мы видим свастику. Но это свастика, которая была еще в ведические времена. Тоже раскручивание пространства со Вселенной. Другим значением. И вот смотрите, в Турции вот это все очень любят. В Анатолии все эти символы остались. И это тоже я нашла на ВАЗе. На ВАЗе? На ВАЗе. ВАЗа Муза. Вдохновитель. Я не знаю. Я же дизайнер-индриент. Что это? То и мое. То и мое. Дорогие друзья, я не забыла сказать, что у нас здесь очень известная скульпторша из Петербурга приехала. Василиса Чугунова. Вот здесь вот посмотрите на ее лицо. Это потрясающе. Но этого я не знала скульпторов. Вы знаете, вот эта хрупкая девушка в третьем поколении скульптор. Ее бабушка и дедушка Врекина, да? Врекина. В Петербурге. Значит, вот эта девушка вот такой мраморный кусок берет. Вот такую вот пилу. Бенза. Пилу. Пилу. И она такая жив-жив-жив-жив. Она снимает видео, как она это делает? Не знаю. Надо было такое. Было бы очень интересно. Сейчас она в Израиле, на симпозиуме. А. Вы посмотрите, это называется Сатурн. Вот это потрясающе. Посмотрите, из камня, да? Вот Сатурн. Это Мер-Мерит, да, сказала я? Мер-Мерит. Мер-Мерит, да. То есть, как бы искусственная мраморная. Да. Вероника. Это наш представитель. Севард. Искусство для инвесторов, дорогие друзья. Ну, то есть, искусство, как концепция и для отелей, и отельеров, и для, значит, инвесторов в дома. Для застройщиков. Для застройщиков. Абсолютно. Можно ведь делать огромные постеры, огромные принты, можно искусство. Ну вот, это всё к Пиронике. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Идём дальше. У нас ещё один экспонат, то есть две картины из Казахстана. Опять же, классик, казахский классик. Бакитнур, Нурдейшбеков. Вы посмотрите, опять у нас степь. У нас степь. Значит, степная птица. Это охота, да, это охота, по-моему, с беркутами, по-казасскому их называют. Беркуты? Беркуты. Голден игл его переводят. Голден игл, орёл. Это подобное то, что вот арабы охотятся на своих пустынях, но птицы не одинаковые. Потом, видите, они здесь не одевают вот на них таких вот ограничительных элементов, да, как арабы, например, продают что-то птицам, да, чтобы... Метку. Тут оно более свободный полёт, и вот, ну, бесподобное движение. Это национальный инструмент, который по-казахски называется кобыс струнный. Ну, как дамбра, видите, как дамбра. Да, дамбра есть у многих народов, да. Дамбра – это прекрасный инструмент. Ещё надо сказать, что Казахстан – это тоже мусульманская страна, и поэтому не приветствуется чёткое изображение лица, не приветствуется чёткое изображение вот фигуры. Поэтому мы можем посмотреть, что все лица, они так вот скрыты, они завуалированы. Это очень важно. Это моя дочь. Да, Ася, 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 Ася. Денежные символы – это мой подарок мне на юбилей. Я попросила у них онлайн, да, практически, сказал, давайте я начну коллекцию NFT. Да, кстати. Отдайте что-нибудь мне именно с символами по совету моего финансового астролога из Майами, да, что оказывается бабочка – символ, который для меня именно финансовое благополучие притягивает. И вот я начала носить бабочек, как всё сошлось. Ася создала вот такую бабочку, и я её видела только, как говорится, в digital, в цифровом виде до того, как Ася приехала в Бодрум, и вот сейчас вот это. А там евро, доллары, я вижу. И турецкая лира, вот это знак турецкой лиры. Да, Ася сделала бы. Так, подождите, нам ещё надо показать обязательно работы Нури, нашей гости из Казахстана, которая вот… Мама пяти детей, представляете? Мама пяти детей, внимание, посмотрите. У меня у мамы родная сестра, то есть моя тётя, у неё пять мальчиков. Пять! Фантастика. Это да. Фантастика. Большой привет всем, кто был… Большая себя. Мы только что виделись. Да, мы только что виделись. Нури Куптан, обратите внимание, она декоратор, дизайнер инверьера. И вот она начала тоже интерьерные работы и разные народы. И она сказала, что у нас в Казахстане народ домой предпочитает очень орнаменты, талисманы, на нейтральных сейчас таких вот фонах, что-то обязательно золотое и традиционное. Мне кажется, друзья, это очень здорово, когда человек не только любит свою культуру, но и принимает её, и хочет видеть в доме своём, правильно? И, возможно, она более современенная, но всё равно со своими мотивами. Мне это очень понятно. Мне нравится такое. Правда? Золотое. Значит, ещё Ринар Элубаит. Тоже, посмотрите, всё же Казахстан – это тёплая страна, и очень импрессионизм характерен этой стране. И тёплые, яркие страны. Художники замечательные. Вот. И, посмотрите, в Казахстане, оказывается, тоже очень много наскальные шри выпустили. В пещерах там, значит, вот эти вот до, как это называют, ну, знаете, до наскальные шри выпустили. Вот эти армониты, символы животных. И вот здесь вот они тоже решили, ну, редко изобразить. Вот такие вот дела у нас, вот такие вот дела. Если вы бодры, приходите. Приходите. В этом своё новое выставка. Да. Ксюше, огромное спасибо. Спасибо тебе, Женя, большое, что позвала. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля.